Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощником скорбь, невином, и Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира Духе Святом, доброго всем дня и хорошего настроения. Сегодня воскресный день, который в церкви именуется Торжество Православия. Установлено это празднование по поводу прекращения иконоборческой ереси, которая была остановлена волей императрицы Ирины. Был собран Седьмой Вселенский Собор, на котором церковь утвердила догматы, духовные законы, иконопочитания. И с тех пор вторая неделя Великого Поста всегда посвящена Торжеству Православия. В чем торжество? В том, что Господь основал церковь, и врата Адова ее не могут одолеть. Сколько пытались, в каждом веке церковь проживала те или иные по интенсивности гонения, общецерковные или локальные, государство ополчалось на церковь, или возникали всевозможные ереси и увлекали за собой людей, христиан в первую очередь. Но поскольку церковь — это не человеческая организация, и в ней живет Бог, церковь — это тело Христова, глава которой Христос, то ее невозможно ни уничтожить, ни прекратить ее существование. Это невозможно. Церковь хранит истину, хранит правду Божью. Церковь — это место встречи человека и Бога. И вновь и вновь, из года в год, мы, совершая это торжество, радуемся, что милостью Божией мы сохраняемся в церкви, и она нас хранит. Чтобы прожить эту службу, важно побывать на вечернем богослужении. Обычно в кафедральных соборах совершается чин торжества православия, всегда очень красивый, торжественный. А еще я бы посоветовал почитать Василия Акимовича Никифора Волгинова, его впечатление маленького мальчика о службе торжества православия, где возглашаются анафемы. И всегда его восприятие как-то очень близко, он, говорит, стоял и содрогался от страха и ужаса, и казалось, что вот каждый раз, когда протодиакон возглашает анафема, то как будто какой-то камень большой скатывается с горы и летит в пропасть. Анафема, жалко, говорит их, жалко тех людей, которые заблудились, которые откололись от церкви, которые потеряли связь со Христом. Ну, потому что принцип наших отношений с Богом, он невозможен вне церкви. Кому церковь не мать, тому Бог не отец, сказал еще в самом начале христианского пути святитель Кирилл Иерусалимский. Церковь — мать, которая учит любить Бога, которая учит любить Христа. И правда, жалко людей, которые отпадают от церкви. Но это не значит, что церковь от них отворачивается. И анафема — это не значит проклятие. Анафема — это просто констатация факта, что этот человек, он церкви не принадлежит. Он сам себя поставил своей жизнью, своим образом мыслями, своими действиями вне церкви. Ну, как Лев Николаевич Толстой. Он себя и не сочетал с церковью православной. Церковь в какой-то момент это просто признала. Или там Николай Рерих. Он очень много хулы говорил против церкви. И церковь это просто зафиксировала, что этот человек к церкви не принадлежит. И вот сейчас мы также проживаем огромную рану в Екатеринбургской епархии, где часть людей поставила себя вне церкви. Увлеклась идеями духовника, монастыря. И поставила его выше церкви, важнее Христа. Хотя, конечно, в словах звучат какие-то вещи, и молитвы звучат, и вроде да, что мы церковь. Но церковь живет жизнью, которую установил Господь. Живет законами, живет, как всякий организм, определенными жизненными правилами, которые называются догматы и канонические правила. И когда человек переходит вот эти границы, догмат — это граница, выходя за которой, человек перестает быть частью церкви. И, конечно, очень жалко, потому что Николай Романов, он хороший человек, хороший, где-то искренний, где-то очень горячий, но заблудившийся, заболевший, заболевший тем, что называется прелестью, обольщением, обманом, увлекся ложным путем, ложными идеями, и, что самое страшное, увлек за собой огромное количество людей. Жалко. И, конечно, очень хочется и за них помолиться, находящихся в расколе, в отколе от церкви, и за раба Божьего Николая, потому что все равно остается рабом Божьим. Пусть Господь найдет возможность исцеления Николая и возвращения в церковь всех тех многих людей, которые увлеклись его идеями. Помогай нам всем, Господь! Господи сил, помилуй нас!